Дорогие братья и сестры, Христос родился! Действительно, это грандиозное сообщение, грандиозная новость, благая весть. Наилучшее в мире известие о рождении Божьего Сына. В Рождестве Иисуса поэзия и любви чудотворная сила. И мы читаем в 1-м послании Иоанна, в 5-й главе, 1-й стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, а Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Вот такая взаимосвязь. И сегодня, в 26-й день 12-го месяца, мне хочется напомнить вам из книги пророка Исаии, 26-й главы, стих 12-й. «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши устрояешь для нас. Ты даруешь нам мир». Помните, что провозгласили небесные вестники, ангелы в своем торжественном песнопении? Это записано в Евангелие от Луки, во 2-й главе, в 14-м стихе. «Слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение». Раздество – это праздник славы, праздник света и праздник радости. И мы сегодня, прежде всего, нацелены на то, чтобы словословить, прославлять нашего Господа. Мы читаем удивительные слова в Псалме, 71-м стих 19-й. «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Вот дважды слово «аминь» здесь употребляется как утвердительное, как истинно так, в превосходной степени, потому что Господь Иисус Христос родился для того, чтобы умереть за нас и для того, чтобы воскреснуть, проложив дорогу нам к вечной жизни. Некоторые говорят, что очень важное – это покаяние, но покаяние – это действие. А очень важно приблизиться нам сегодня к личности с большой буквы, к личности Иисуса Христа, который является Сыном Божьим и Сыном человеческим. Мы читаем в 1-м послании Иоанна в 5-й главе, в 12-м стихе, такое откровение Господа. «Знаем также» – это не просто предположение или версия какая-то, это не гипотеза даже, а это знание, твердое убеждение в том, что дает нам свет свыше. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога живого и истинного, и да будем в истинном Сыне Его и Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». А сегодня некоторые сомневаются в том, что Христос – Бог. А вот Слово Божие провозглашает нам, что Он действительно является нашим Богом, нашим Господом. И как свет Он имеет двоякую природу. Свет Он, с одной стороны, имеет волновую природу, а с другой стороны – природу частиц, фотонов. Точно так же и Господь Иисус Христос – с одной стороны Сын Божий, а с другой стороны Сын Человеческий. И вот мы сегодня благодарим Его, словословим Его за то, что Он дарует нам такую высокую привилегию быть детьми Его через воплощение. Нашу решил Он проблему – власть сокрушил сатаны. Благодаря Вифлеему мы от греха спасены. Вифлеем – это Бейтлахем, это дом хлеба. И в этом доме появилось истинное пшеничное зерно, которое стало для нас хлебом жизни. И если мы соединяемся со Христом, если Он входит в наши сердца, а мы читаем об этом послание к Эфесянам, вот третья глава, здесь удивительные такие слова для нас содержатся, 16-17 стихи. «Да даст вам по богатству славы Своей, славы, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот если Христос вселяется в наши сердца, то в этом случае Он живет в нас. В этом случае мы становимся животворящими христианами и, в свою очередь, отражаем свет Божественного Солнца правды. Поэтому мы благодарны Господу за это откровение. И в последнее время, когда очень много всякого рода несчастий, стихийных бедствий, и вот эта коронавирусная инфекция, которая, как говорится, одна волна за другой нападает на человечество, оно все напоминает нам слова Иисуса Христа. Слова, которые Он пророчески изрек и которые записал Лука в 21 главе, это содержится, он говорит, что будут большие землетрясения по местам, что будут глады и моры. Вот это слово моры в подлиннике Нового Завета, а Новый Завет, как известно, написан на греческом языке, звучит как пандемия. Моры – это пандемия, Христос предсказал их. И мы сегодня живем в этом периоде времени, последнего времени. Такого никогда не было. Были, конечно, эпидемии, но так, чтобы все человечество было поражено, такого еще не было никогда. Вот поэтому мы сегодня особенно нуждаемся в Нем, Который сошел в мир. Ты вошел снисходительно в плоть, чтобы дать нам спасение весон. Велика Твоя жертва, Господь, и Твой подвиг смирения высок. И мы читаем о том, что слово стало плотью. Это первая глава в Евангелии от Иоанна 14 стих. Слово с большой буквы, Логос Божественный, Иисус Христос. Это слово, оно дало начало Вселенной. Христос Творцом является Вселенной, Творцом каждого из нас. Он является Творцом Церкви, и мы Его творение. Слышите? Так мы читаем послание к Ефесиным, 2 глава, 9-10 стихи. Мы созданы им на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Он является поэтом неба и земли. Поэтом с греческого языка. Это в переводе на русский звучит как Творцом. И вот это слово творение, новое творение Церкови Иисуса Христа звучит как поэзия, как поэма. Иисус Христос – это поэт всех поэтов, поэт с большой буквы, который сегодня является для нас Солнцем правды. Поэтов много, как на небе звезд. Они сверкают вроде самоцветов, но ярче всех сияющий Христос – Творец Вселенной и поэт поэтов. Он – Солнце правды, благодатный свет, текущий с неба, постоянно в душе. Оставил на земле небесный след Спаситель, разогнавший смерти, тучи. Какой взрыв светлой радости в груди! Как солнце правды лучезарно светит! Христос воскрес и нас освободил от диктатуры дьявола и смерти. Господь избавил христиан от слез, которые с тех пор безмерно рады тому, что искупивший нас Христос для Церкви стал чудесным Солнцем правды. Из гроба триумфально он восстал, начальник жизни Альфа и Омега, благословенном имени Христа, источник жизни и секрет успеха. И поэтому мы сегодня вспоминаем эти слова из книги Проком Аллахии, 4 глава, стих 2. «А для вас, благоговеющее пред именем моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его». Это Солнце правды и Иисус Христос. И вы знаете, в свое время, вот эти вот дни, 25-е, 26-е декабря, это были днями зимнего солнцеворота, когда люди поклонялись Солнцу. Кстати, Ваал – это тоже Бог Солнца. И люди поязычески поклонялись силам природы, выпуская из виду того, кто создал Солнце и звезды многочисленные, и Луну. И вот наши планеты, в том числе и Землю, на которой мы ныне обитаем, на третьей планете от Солнца, в самых оптимальных условиях. Так вот, люди ничего этого не видели. Они видели только вот эти вот атрибуты жизни, как им казалось, Солнца и Луну, и поклонялись им, как богам. Ну вот, где-то в IV веке христианские руководители под руководством римского и византийского императора, они приняли решение осуществить как бы сублимацию, вытеснить языческие эти верования. И хотя Христос родился не зимой, но тем не менее установили, что Рождество будет праздноваться в эти зимние дни, а именно 25 декабря. Вот ради того, чтобы Солнце истинное поставить на место тех светил, которые не могут затмить славу Иисуса Христа. Он сказал, я свет миру. Он сказал нам, вы свет мира, если будете отражать мой божественный свет. Известно, что Солнце находится в центре людьми населенной системы. Спаситель – глава им основанной церкви. К Нему устремляемся все мы, как важно осознав, что Христос – Солнце правды, вокруг Иисуса вращаться. Лишь в Нем животворный источник отрады, оазис покоя и счастья. Нам нужно комфортом пожертвовать личным и пить из страдальческой чаши, чтоб стало возвышенно богоцентричным все мировоззрение наше. Христос Иисус – благодатное Солнце в сердца нам приветливо светит. Кто верует в Бога, от ада спасется и освободится от смерти. Вот сегодня мы видим в центре нашего духовного сознания Иисуса Христа как Солнце правды. Надо сказать, дорогие друзья, что был такой период в жизни человечества, когда считали, что Земля находится в эпицентре Вселенной, а Солнце и другие светила вращаются вокруг Земли. Это была Птолемеевская система мироздания, геоцентрическая. А потом Николай Коперник, спустя много веков, он открыл, что оказывается правильно в Космогонии размышлять о гелиоцентрической системе. А слово гелия – Солнце. То есть Солнце находится в центре нашего мироздания. Точно так же и в центре нашего духовного сознания должен быть как Солнце правды Господь Иисус Христос. Ввиду пришествия Господня стремится к небу наша мысль. А вдруг вернется Он сегодня, и мы войдем в иную жизнь, войдем в другое измерение, в тот мир, где льется мягкий свет, где не владычествует время, и рамок для пространства нет. Там ни болезни нет, ни смерти, ни плача, ни причин для слез. Там Солнце правды вечно светит. Небесный бриллиант Христос. И вот сегодня мы размышляем о том, как это Солнце животворное, как Солнце в нашем мире материальном, оно обеспечивает фотосинтез и жизнь на земле. Точно так же и Господь Иисус Христос обеспечивает жизнь нашему духу. И поэтому ангелы торжественно пропели эту ораторию или кантату на Вифриемских полях. Вообще-то, мы знаете, видим тут две как бы крайности. С одной стороны, Матфей показывает нам город Иерусалим, очень сумбурный такой, встревоженный, возбужденный, потому что пришли волхвы с Востока и говорят этому Ироду, где родившийся царь Иудейский. А этот Ирод, который не был иудеем, он был идумеем, он пытался угодить иудеям, он пытался как бы влезть им в душу, в доверие. Он отстроил великолепный храм, который считался чудом света и который был разрушен римлянами в 70-м году. Вы знаете, в наше время есть такие богачи, олигархи, которые строят роскошные храмы и думают таким образом угодить Богу. Но Бога это не устраивает. И когда мы увидели момент испытания, когда Ирод услышал, что есть на его трон, на его престол какой-то претендент, какой-то потенциальный соперник, он сразу же возбудился. И написано, весь Иерусалим вместе с ним встревожился. Этот лукавый Ирод, он говорит, а вы пойдите, узнаете, а потом доложите мне, чтобы я мог поклониться ему. Какое лукавство этого Ирода! Сегодня имя Ирод нарицательное. Вы когда-нибудь слыхали, чтобы в наше время кого-то называли Иродом? Это история старая, давняя. Тысяч 14 крошек убили. Глаз в раме слышен и плач и рыдание, горько оскорбящий о детях Рахили. Плач Иудея, провинция римская, плач об убитых невинных младенцах. Кто исцелит эту скорбь материнскую? Это разбитое в дребезги сердце. Детским сердцам, выполняя задание, Ироды бьют, атеизма мечами. Голос Рахили и наши рыдания соединяются в общей печали. Вот сегодня перед нами детки здесь сидят. Они прославили Господа. Но с другой стороны, мы вспоминаем вот этих маленьких детишек, которые в момент Рождества Христова были истреблены этим жестоким диктатором, узурпатором Иродом. Сколько их было, как сегодня говорят, этих маленьких священномучеников. А сегодня пытаются веру Христа убить в душах детей. И самыми разными путями это делают. И дьявол сегодня, это главный Ирод, мы видим, как он использует для этого всякого рода интернет и социальные сети, вот эти черные сети, их называют, Dark Web или Dark Net. И вот туда попадают дети, им предлагают выполнять какие-то задания, и нередко это сопровождается предложением покончить жизнь самоубийством. Вот сегодня в какое время мы живем. Ирод, он не тот же, может быть, как был тогда, но он в сущности своей остался прежним. И Господь Иисус Христос, когда родился, Он соприкоснулся с этой жестокостью, но Господь явил сон этим волхвам, этим искренним, мудрым людям, и они иным путем отошли в страну свою. И после этого, написано, Он, увидев себя осмеянным волхвами, предпринял такую жесточайшую экзекуцию, такое массовое убийство детей. Но, впрочем, мы знаем, что и в Ветхом Завете детей убивали, принося в жертву всякого рода идолам. И мы сегодня видим то же самое, ту же самую картину, поэтому, дорогие друзья, нам особенно нужно дорожить детьми нашими и воспитывать их правильно в учении страхи Господнем, потому что дети наши – это будущее церкви. И Господь благословляет нас многими детьми. Великий праздник Рождества, когда душа внимать готова нас ободряющим словам о том, что плотью стало Слово, о том, что воплотился Бог, завесу времени расторгнул, чтобы дать смирение урок, пролог к пасхальному восторгу. Чудесный праздник Рождества, младенец, пастухи и ясли через воплощение Божества стал в небо путь простым и ясным. И мы благодарны Богу за то, что сегодня Он открывает нам эту величайшую истину. И мы видим на этих контрастах, как Господь проявлял Свою силу, Своё могущество, и по-прежнему Он продолжает действовать через Церковь Свою в этом мире, в котором так много подводных камней, которые хотят нас потопить. Но мы уповаем на Господа. Спит вифлеемский младенец, спит потихоньку сопя. На Божью помощь, надеясь, мать укрывает дитя. Слава спасителю в вышних, Бог снизошёл до земли, сделав нас, грешников бывших, членами Божьей семьи. Ныне к святой колыбели ангелы с неба летят. Слышу я тихое пение, спи, дорогое дитя. Ныне спи, Иисус, ибо вскоре кончатся светлые дни. Зло забушует, как море в яростном крике. Распни! И на страдание арену выйдешь ты кротко с крестом, и пригвоздят тебя к древу, но это будет потом. Дьявол замечится, ясно, злобно, зубами скрипя. Ну, а пока в бедных яшлях спи, дорогое дитя. Бог охраняет тебя. Бог охраняет сегодня и нас. Слово стало плотью. Всякое слово, оно сначала появляется в виде мысли. Рождается какая-то мысль, но она пока еще недоступна окружающим, она не доходит для тех, которые вокруг людей, пока ее не озвучат, пока ее не материализуют. Мысль должна быть материализована. Мысль должна стать плотью. И, входя в словесную оболочку, эта мысль становится доступной и доходчивой для всех окружающих нас людей. вот точно так же и Бог. Бог сам по своей природе, по своей сущности дух. Бога не видел никто никогда и дух невозможно увидеть. но вот наступил такой момент, когда Бог, являющийся духом, решил овеществиться, решил войти в телесную оболочку, решил отождествиться с нами через Бога воплощение. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И вот сегодня мы размышляем об этом удивительном событии Бога воплощения. Ни в одной религии, ни в одной религиозной системе нет таких откровений, как в христианстве. Христианство нам говорит о божественном логосе, который изначально должен был быть предопределен к Боговоплощению. И в книге пророка Исаии, этого ветхозаветного евангелиста, мы читаем о том, что Дева примет и родит сына. Это слово Дева звучит как Альма. Альма-матер есть такое понятие. И это именно девушка, которая не вступала в брак. Это была Мария. И Слово Божие говорит нам об этом, что Иисус Христос, когда Он будет воплощен, то Он станет рядом с нами. Эммануил, с нами Бог. Вот что значит Его имя. Чудный, советник, Бог крепкий, Бог крепкий Христос, Отец Вечности, Князь Миру. Так пророк Исаия в 9 главе в 6 стихе характеризует личность Бога-младенца Иисуса Христа. И мы сегодня, размышляя об этом благодарим Бога за то, что Он воплотился. Воплотился для того, чтобы умереть за нас. Ведь если бы Он не принял телесную оболочку, то Он умереть бы, будучи Духом, никак не мог. Но вот для того, чтобы умереть, для того, чтобы заместительную жертву принести за наши грехи, стать Агнцем Божьим, с большой буквы, Иисус Христос воплотился. И сегодня мы благодарны Ему за то, что Он это сделал для того, чтобы приобщить нас к своей благодати, приобщить нас к своему свету, приобщить нас к той радости, которую мы имеем через Боговоплощение. И вы знаете, сегодня много говорят о радости, о поводах к радости, о счастье, особенно в контексте приближающегося Нового года. Все будут говорить, как стать счастливыми, какие поводы есть для радости. А что действительно делает людей счастливыми? Ну, вот если человек здоровый, крепкий, я вам скажу, это где-то 90% для счастья. Если человек больной, если он в немощах находится, там о счастье говорить можно с большой натяжкой. Или если человек преуспевает на жизненном поприще, скажем, преуспевает в спорте, там, в каких-то профессиональных достижениях или в приобретениях материальных каких-то ценностей и благ. Люди говорят, мы тогда счастливы. Но на самом ли деле они счастливы? Ведь некоторые богачи, олигархи, миллиардеры совершают самоубийство, не находя никакого смысла в жизни. Мы знаем, что люди имеют большие успехи в жизни, но не бывают счастливыми. А вот во Христе нам апостолы об этом пишут. Мы всегда имеем все основания для радости. В частности, послание к филиппийцам, 4 глава. Радуйтесь в Господе, всегда говорю радуйтесь. Или вот первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, там 14, 15, 16 стих, всегда радуйтесь. Дальше. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Вот она, суть воли Божьей, изложена в трех буквально коротких предложениях. Всегда радуйтесь. И поэтому ангел на полях Вифлеемских, который проповедовал там пастухам, простым людям, сегодня некоторые мудрые, ученые и не знают этой истины. А когда-то Блес Паскаль сказал, что Бог Он, не Бог ученых, наш Бог, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вот Он, Бог сегодня наш, личный Бог. И вот Он открывает нам эту истину и говорит, я возвещаю вам великую радость, велика радость Рождества, великая радость воскресения Христа из мертвых. Сегодня Господь нам дарует эту радость, дарует это счастье в чрезвычайной степени. И оно только во Христе сокрыто. Только если мы понимаем, что Христос для нас все. Потому что Христос Он Царь Небесного Царства. И Он когда-то сказал, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И тогда вы будете блаженны, вы будете счастливы. А люди ищут прежде всего приоритетно чего-то другого. В результате полный провал, банкротство и никакого счастья. Счастья, как синяя птица, которая выпархивает из рук, или как мыльный пузырь, который лопается у нас в руках. Нет счастья. И не может быть счастья без Бога, без Христа, без Царствия Божьего. А Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Христе Иисусе. И Христос – царь этого царства. Он его нам принес. И мы должны этим царством жить. Мы должны быть в параметрах этого царства. Праведность, мир и радость – это вера, любовь и надежда. Вот что дает нам Господь. Какие добродетели Он дарует, какой подарок благодати Он посылает. И когда наступила полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир. Так мы читаем на страницах Евангелия. Как это отрадно для нас, дорогие братья и сестры. Это все основание для того, чтобы нам словословить Его. Псалмопевец говорит, 70-й Псалом, стих 14-й. Я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Вот представьте себе, на полях Вифриемских появились небесные певцы, ангелы и стали исполнять эту удивительную песню. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках, благоволение. Не запомнили мелодию пастухи этой песни. Никто не записал ее ноты, но зато остались слова в памяти. Вот поэтому я всегда говорю, что в христианских песнопениях самое главное это текст. И текст должен быть духовным. Сегодня очень много пустых мирских и даже христианских песнопений, потому что там нет духовности текста. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Эти слова врезаются в наши сердца. Они звучат в унисон нашим душам, потому что это слова ангельского происхождения. И если Бог вдохновляет, то бывает благословение. Почему сегодня многие поэты, в том числе и поэты-песенники, заканчивают жизнь самоубийством или каким-то другим тяжелым финалом? Потому что, дорогие друзья, они получили от Бога таланты, эти таланты не мобилизовали во славу Божию, а употребили для каких-то своих корыстных соображений. Это как вот, вы, наверное, не раз слыхали, кто-то выигрывал джекпот или большие суммы, сотни миллионов долларов, и спустя некоторое время наблюдали, этот человек спивался, опускался нравственно и погибал. Он бы жил, может быть, еще долго, многие десятки лет, если бы не получил этого погибельного для себя джекпота, этого выигрыша. Люди, которые имеют особые таланты и дарования, могут попасть на скользкий путь. В преддверии Нового Года мы размышляем о том, чтобы наши таланты, наши способности мобилизовать, употребить для славы Божьей. Мы читаем 1 книги Царств, 2 глава, 30 стих. Слово Божие здесь говорит удивительные слова про славлю прославляющих меня. О чем сегодня пишут многие литераторы? О чем сегодня говорят люди? О чем угодно, только не о том, чтобы прославить Господа. А вот мы сегодня нацеливаемся по примеру ангелов небесных, которые воодушевили этих пастухов на то, чтобы прославлять Бога, потому что всякая слава человеческая, как цвет на траве, как трава полевая, которая сегодня есть, а завтра засыхает, и не остается от нее ничего хорошего. А цель сатаны сначала развратить, затем поработить посредством развлечений и разных лжеучений. Вот сегодня в такое время мы живем, когда нам нужно бодрствовать и трезвиться ввиду того, что пришествие Господне приближается, и подумать о том, нравится ли Богу наша слава. В сердечном, пребывая сокрушении, зажжем вопрос на внутреннем экране. Понравилось ли Господу служение, которое в его свершалось храме. Понравилось ли Богу наша слава, которую мы приносили, а может быть она звучала слабо. Как мы нуждаемся в духовной силе. Давид свидетельствует, в Боге сила, вступаем ли мы с дьяволом в сражение. Понравилось ли Богу то, что было во время нашего богослужения. И вот Господь сегодня тоже проверяет нас. Я убежден в том, что сегодня и ангелы небесные с нами солидаризуются в прославлении Бога. Сегодня у каждого есть ангел-хранитель, и они наполняют наше помещение. И Господь действует в Духе Святом. Он сегодня напоминает нам о несовместимости славы человеческой и славы Божьей. Когда-то Христос говорил, что вы возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божьего. Тем людям, которые окружали Его. Не дай Господь, чтобы мы услышали о себе подобное. Смысл и цель нашей жизни в том, чтобы прославлять Иисуса Христа, рожденного, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Сегодня Слово Божье касается наших сердец. Оно затрагивает тайники нашей души. Оно призывает нас к тому, чтобы искать Бога, как эти волхвы искали, как они были сосредоточены, как целеустремлены были, как изучали Писание. Конечно, там было что-то и от Валаама, который пророчествовал о Христе. Там они, наверное, изучили книгу пророка Даниила. они шли целеустремленно к Иисусу, ведомые этой звездой удивительной. Кто-то говорит, может быть, это комета Галея была. Вот недавно рядом с нашей планетой пролетела комета Леонардо в 34 миллиардах миллионах километров. 34 миллиона. Ну, скажем, до Луны это 400 тысяч километров, до ближайших планет гораздо больше, чем 34 миллиона. Я имею в виду Марс или Венеру, наши соседи. Вот, но когда-то, говорят, может и столкновение произойти с Землей. То ли астероидов, то ли комет. Конечно, Господь предсказал это, помните? И будут ужасные явления с неба. Вот это еще приближается к нам такое испытание. Но сегодня уже много этих стрессов люди переживают. А спасение, а утешение, а ободрение, а оптимизм во Христе Иисусе. Когда-то Эйнштейна спросили, как делаются открытия, научные открытия. Он говорит, очень просто. Все знают, что этого не может быть. Но случайно находится один невежда, который этого не знает. Он начинает искать, и он делает открытие. Когда-то Джеймса Симпсона, знаменитого шотландского ученого, врача, который открыл два вещества для обезболивания, эфир и хлороформ, газетчики спросили, каких два выдающихся открытия в своей жизни он сделал в расчете на то, что он скажет. Открытие первое эфир, открытие второе, хлороформ. Он их поразил неожиданностью своего ответа. Он сказал, открытие первое, это то, что я великий грешник. Открытие второе, это то, что Христос, мой личный спаситель. Вот эти два выдающихся открытия я сделал в своей жизни, сказал Джеймс и вам желаю сделать. Пусть Господь благословит нас сегодня, сделать для себя этих два великих открытия. И Господь Иисус для того пришел на эту землю, чтобы нас спасти. Имя Иисус означает Спаситель. Спаситель с большой буквы. Спаситель от греха, дьявола и смерти. Разве это не повод к несказанной радости? Разве это не основание для нашего оптимизма? Господь сегодня дарует нам великую радость. И слава Ему за то, что Он воплотился, за то, что Он стал человеком по виду как человек и более того принял образ раба и позволил себя распять на Голговском кресте с тем, чтобы воскреснул, открыть нам зеленый свет в перспективе вечной бессмертной жизни. Слава Иисусу Христу за это. Слава Ему за то, что Он рожден для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы могли родиться свыше, родиться, пригласив Его в свои сердца. Как мы и прочитали послание к Ефесиным, о том, что верою нужно вселиться Христу в сердца наши. Поэтому, если кто еще не принял Христа в свое сердце, а это самое главное в жизни, то можно это сделать и сегодня в молитве раскаяния, открыв свое сердце Иисусу и сказав Господи, я грешник или я грешница, но я прошу Тебя, войди в мое сердце, в мою жизнь, поскольку я это сознаю, я каюсь перед Тобой, и прошу, чтобы Ты управлял мною и моей жизнью. Да благословит Господь это сделать всех тех, которые слушают нас сегодня в этом молитвенном доме и которые слушают нас и в интернете, пусть Господь благословит задуматься о смысле своей жизни в свете Рождества и Воскресения Иисуса Христа. И пусть Господь благословит нас посвятить нашу жизнь единственно верному направлению нашего служения прославлению Иисуса Христа. Слава Ему во веки веков. Аминь.